Когда случается беда, обычно знакомые пересматривают фотографии и задаются вопросом. Были ли какие-то предпосылки или настораживающие факты? Вот в этом случае что-то уже нашлось? Соседям, друзьям, родственникам семья оказалась образцово-показательной. Оба супруга работали в туристическом бизнесе, часто бывали за границей и брали в эти поездки детей. Вот совсем недавно они только вернулись в свою подмосковную квартиру из Азии. Татьяна, супруга, очень часто выкладывала в социальные сети фотографии их счастливой семьи, как отец обнимается с детьми, играет с ними и так далее. И вот на одном из последних ее снимков был запечатлен рисунок их 4-летнего сына, на котором мальчик красками написал «Мой папа самый лучший». И что совершенно поразительно, резню вот этот самый лучший папа устроил, начал именно с детей. С ножом он набросился на свою дочку, которой не было еще и года, а затем на 4-летнего сына. Дальше, судя по всему, в планах мужчины было расправиться с женой и выпрыгнуть из окна 7-го этажа, где и жила семья. Но завершить этот кошмарный план Дмитрию, так звали мужчину, зовут мужчину, не дал его племянник, который в этот момент находился в гостях. Он задержал его, а супруга Татьяна в этот момент выскочила в подъезд с криками о помощи. Она вся кровавленная была. Дети, дети, что-то он детей убил, вызывайте скорую. Потом соседка говорит, дети вся кровавленная, голову там это, они, наверное, не выживут. Какие-то версии, что же произошло с главой семьи? Ну, для всех поступок Дмитрий стал настоящим шоком. Соседи о нем отзываются как о очень улыбчивом, добродушном и отзывчивом мужчине. Он всегда здоровался при встрече, никто никогда не видел его выпившим. Но о мотивах поступка убийца уже рассказал сам. Незадолго до эфира мы получили комментарии Следственного комитета. И вот на допросе Дмитрий ответил, что это была даже не вспышка, а агрессия, а как оказалось, холодный расчет. Установлено, что мужчина, находясь в квартире вместе со своей семьей, причинил своему 4-летнему сыну и 9-месячной дочери множественные ножевые ранения, повлекшие их в смертное место происшествия. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. На допросе следователю он сообщил, что якобы готовил данное преступление заранее, еще неделю назад, в связи с резко возникшими материальными проблемами в семье. Ну и вот как уже было сказано, оба ребенка и 10-месячная девочка и 4-летний мальчик от полученных травм скончались, но супруга Татьяна сейчас находится в больнице в реанимации. Яна. Спасибо, Сергей Сыркин, о расследовании жуткого убийства в Подольске.